Добрый вечер, уважаемые телезрители, и добро пожаловать на Кляга Малтинь. Сегодня вас снова ожидают несколько передач об актуальных событиях в Украине. Так и не иначе, все происходит от Палестины до Майдана. Перед лицом мировой общественности ведущие средства массовой информации клянят исключительно как корень проблем местных террористов. Но все они только лишь дешевые наемные рабы и истинных подстрекателей войны. Следовательно, эти закулисные руководители принадлежат к центру мирового интереса. Чего же именно хотят эти подстрекатели войны? Лишить все народы мира своего национального самосознания и создать одно мировое государство. Эти подстрекатели войны – глобалисты. Они могут приходить в образе американцев, англичан, немцев, французов, израильтян или кого бы то ни было, но в сердце они не причисляют себя ни к одной из этих наций. Они видят себя главой этой новой мировой секты. Ради своего мирового господства они приносят жертву любую нацию. Будучи американцами, они жертвуют американской нации, как немцы приносят жертву немецкую. В качестве швейцарцев они жертвуют швейцарии, как французы франции, как англичане Англии, как украинцы Украины и так далее. Что им нужно, так это одно. Очаги волнений – предпочтительно крайне левые или радикально настроенные приспешники, которые подстрекают против собственного правительства, делая его тем самым неспособным к управлению. Если им это удается, как это снова случилось на Майдане, они так долго работают против любого национального самосознания, пока не получат власть в качестве защитника соответствующего народа. Но потом в ход идут прежде купленные ими за деньги террористы в виде пушечного мяса. Они отстреливают своих собственных наемных рабов, потому что они нужны только для маскировки и служат в качестве средства глобализации. Перед мировой общественностью бушует борьба со злой диктатурой и национализмом, с одной стороны, за мнимую демократизацию, с другой. Но на самом деле речь идет единственно о притязаниях финансово сильной и мощной военной элиты на мировое господство, которая упорно и стратегически стремится к тотальному господству над всеми нациями. Истинные террористы – это заклятые глобалисты. Следовательно, именно они, а не обманутые наемные террористы, находятся в центре общего мирового осознания во всех углах Нюрнберг. Пока эти глобалистически настроенные поджигатели не будут свергнуты, о мире на Земле не может быть и речи. Прежде чем я передам слово в нашу студию в Нюрнберге, еще две цитаты. Как раз сейчас определенные средства массовой информации пробуют снова представить террористов Майдана настоящими козлами отпущения. Но на самом деле это наемные рабы, ослепленные террористы из секты мирового господства. И снова воинствующая власть на заднем плане умело изворачивается, представляя так называемых правых националистов в роли главного козла отпущения в Украине. Но террористы Майдана – это никто иные, как наемники глобально настроенных мировых заговорщиков. Они используются в качестве топлива для разжигания огня этого глобалистического культа смерти. В конце концов, они и дешевое пушечное мясо. Их уничтожают как бесполезных паразитов.